Стойте, снимайте вот этот момент, снимайте. О, выше, выше, выше. Атмосфера. Это бэйвэй. Оторот надо. Очень хорошо. И всегда подо мной валяется. Один из очень сложных положений вышел Рома. Это Роман Кабловича Юрьевича. Северная пигуна. Северная пигуна. Северная пигуна. Борьба просто не тянет со мной. Борьба это ладно, столько лета будет. Я просто сел клювну потом. Тот же. Скоро Майоремия увидит еще. Северная пигуна. Стойка. Стойка. Сэнд пигуна. Стойка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И грэпплинги, борьба, стойка. У нас, исходя из того, что мы какую работу делаем, Романа, у него спарринг-партнеры на сегодняшний день мирового уровня в зале. Хотя по пиару, может быть, нет, но по реальности они здесь очень серьезные ребята, его спарринг-партнеры. Поэтому я убежденно, уверенно, если говорю, что его соперник, половина, если пройдет то, что Рома, который на сегодняшний день на сборах, какую работу делать, вряд ли его соперник это делает. Исходя из этого, хотелось бы, конечно, Рома также продолжал свою нокаут, серию нокаута. Второй раунд, конец второй раунда, надеюсь. Ну, если не второй, третий, чтобы он его грамотно снял. Вот, поэтому, а так, конечно, мы будем на все три раунда готовиться, работать. Если будет такой момент, момент, что можно будет достаточно закончить, конечно, я думаю, и надеюсь, что Рома это сделает. Бой Анатолия Токова и Магомеда Исмаилова. Вот в чем Анатолий лучше, чем Мага? Мага, я начну с Маги, Мага, ну, такой интересный универсал, у него всегда бывают такие непонятные фишки, которые, можно сказать, никто не ожидает. Даже его же брат, тренер Рамазан, даже иногда такие вещи он делает, которые, ну, неподсказуемые такие фишки бывают в Маге. Мага, молодец, что он это делает. Вот, ну, преимущество, я скажу, Анатолий, то, что он помоложе, помоложе, то, что он больше на ходу в плане имама. Я, как вижу, он лучше дышит, дышит. Вот, и тем более, два раза уже он два месяца сбора проходил у меня в зале, Толя. Многие моменты есть, которые он не понимал, он сейчас много чего понимает, именно контроль возле стены. В плане стойки он неплохо работает, именно единственный был, с дистанцией чуть-чуть проблемы, в плане дистанции. С этим тоже мы работаем, поэтому я вижу вот именно, что он молодой, что он дышит хорошо. Ну, естественно, конечно, никакой недооценки к Маге нету, Магомед Исмаилу, потому что мы знаем, как он провел эссея бои против Флорова, там, и штука против Васильевского. Ждем, естественно, такой, я думаю, один из очень интересных, зрелищных боев, мне кажется, у них будет, потому что мало борьбы будет, борьбы очень мало будет у них. Я так думаю, в основном они будут стойки возле стены работать. Вот, и на данный момент где-то 55 на 45, я думаю, Толя выиграет. Два вопроса еще буквально. К огромному сожалению, несколько дней назад случилась большая трагедия, был убит молодой боец Мухаммад Мутаев. Вот вы, как тренер, как вот делать какую-то профилактику, чтобы такого не случалось? Мойцы, они же такие люди, ну, могут быть, ребята там дерзкие, ну, понятно, что за словом там... Это, знаешь, время такое у них, он молодой, 20-летний, да, вроде бы. Я как его не знал лично, ну, так, там пару раз выступил, там где-то, я видел, так я его узнал, ну, по этим роликам. Ну, нормальный, крепкий такой, вольник, который перешел имамал, умел разговаривать. Ну, это не только у него, я думаю, у многих ребят, которые лет 20, 18, 22, 23, вот эти моменты у них бывают, как бы вспыльчивость, подраться там. Там нужно, нужно чуть-чуть проявлять благо-нрав. Я думаю, все вот эти ребята, которые в этом возрасте, нужно чуть-чуть смотреть, назад нужно смотреть, что если я ударю его, и что если я что-то плохое ему сделаю. Дальше что будет? Не так, чтобы вот я увидел, вот случилось на месте какие-то там недоразумения, там уже ударил, там словесно что-то сказал, унизил там или еще что-то там, и потом уже дальше не продолжалось. Это нужно более так холоднокровно и нужно уметь прощать друг друга. Я думаю, если молодые ребята, они научатся друг друга прощать, мало ли что, всякие бывают в жизни. Ну, думаю, у них особо доходить до ножовщины или там до стрелбы, я думаю, вряд ли дойдет. Поэтому хочу и призывать и своих, и всех, которые, да, ребята, которые выступают, особенно, которые тренируются, у них бывает, там где-то набрал, там ударки, борьба, там гребник. И такой агрессивный, иногда такие попадаются они, ребята. Чуть нужно терпение делать, сабру нужно делать, и я думаю, все будет хорошо. А так, конечно, очень обидно, очень печально, то, что только молодой парень, который начинал только жить, и не знаю у них конкретно, что там было, за что это. Там разные моменты, есть версии так, так. Ну, в любом случае, я думаю, убийство, до убийства дойти, это, я думаю, очень не стоит, чтобы, это же, просто взять, убивать человека, я не знаю, что нужно делать для этого. И последний момент, Александр Емельяненко. Ваша основа, как-то, широко по СМИ. Да, да, ну, знаешь, я скажу на что, да, Сане Александра Емельяненко. То, что он, в первую очередь, я рад, что он оставил выпивку, да, то, что вот пришел с себя. Да, мы знаем, как он был, когда он пил, мы видим, как он сейчас. Да, мне, там, ребята, которые есть, ингуши, которые я знаю, некоторые, ну, как, по их версии, они сказали, что он, как бы, ислам принял там, или что-то вот так. Ну, исходя из этого, там был пара таких, один ролик, который, да, интервью у меня. Ну, я считаю, главное, не то, что, как бы, там, он христианство принял, там, или он ислам принял, чтобы он человеком остался и обратно не перешел на эти, которые раньше, чем он занимался, выпивкой там и так далее, и так далее. Он вообще из трассы уходил, и в любом случае, он человек-легенда, который, спортсмен, который весь мир его знает, и неприятно было на это смотреть, как на глазах он умирает. На глазах просто очень жалко. То, что на сегодняшний день он себя пришел, очень разговаривает нормально. Я лично рад, я лично рад, но то, что он ислам принял, не принял, я считаю, это его личное дело. Я буду рад только, если он будет так же продолжать жизнь, здоровый образ жизни и говорить только хорошие слова. Расул, спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова